Боря, приветствую тебя! Мы начали запись. Пожалуйста, расскажи мне то, что ты мне рассказывал. Ой, я как-то вам спотанно все это рассказывал, а сейчас даже не знаю, с чего начинать. Ты начни с картины моей. Ты говоришь, что они похожи на рубины или на что? Картины, нет, они похожи, знаете, на что? Мне цвета их не нравятся, цвета притягивающие, особенно вот издалека, когда смотришь, ну есть такое, знаете, как я просто с камнями работаю, люблю, допустим, знаете, есть такие, особенно в последнее время, допустим, появились такие, как желтые, сафиры, розовые, оранжевые даже, понимаете, они настолько притягивают эти камни, а вот, ну что-то вот в вашей картинах такое притягательное, очень притягательные цвета, знаете. Художник, у меня так приятно это слышать. А я не художник, но хотя в металле могу сделать очень много. Отлично. Где ты находишься, Боря? В Нью-Йорке. А там за тобой что? Бруклин. За тобой. А за мной тут лунопарк, а впереди, я сейчас покажу, впереди меня вот океан. О, как здорово. Это что, атлантический? Да, 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 да. Там облака такие интересные сейчас. Ой, а я вам прислал фотографию, это вот, это уже, в принципе, темнеет, поэтому как-то здесь, ну интересно. А раньше, буквально полчаса назад, я думал, какой-то ливень будет, гроза, даже какой-то вихрь начинался, дождь, ну очень красиво было. Реально красивое небо. Блядь, по ходу вопросов, там все время в интернете пишут, летают какие-то вот эти вот химтрейлеры, что ли, там. Химтрейлеры. Я к этому не понимаю, как относиться, я сам. А по-английски не знаете, как? Химтрейлеры. Химтрейлеры. Вот самолет летит, за ним идет какой-то дымочек, и якобы они рассыпают алюминий или что-то, чтобы люди травились там, что-то такое, может это фейк, может не фейк, я не знаю. Слушайте, лучше бы они Viagra рассыпали. Я не знаю, что они там рассыпают. Слушай, Вера, мне очень интересно. Я знаю, послушайте, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Если даже они что-то рассыпают, я сильно сомневаюсь, что об этом кто-то когда-то где-то узнает. Понимаете, ну или там лет 75 пройдет, возможно, вскроют какую-то информацию или 100, когда все помрут от того, что распыляют. А кто тут это знает? Я хотел тебе вот о чем спросить. Ведь никто не знает и не догадывается, что ты страдал заиканием. И ты сейчас, как ты говоришь... Страдаю. Это не страдал, страдаю. Страдаешь, но ты вот... Я вам, окей, в двух словах скажу. Мы когда жили еще в Одессе, там на старой квартире, значит, мне было лет 5, и сильно испугала собака. Ну так, единственное, что я помню ее морду и все. Ну, мать, медик у меня, поэтому я уверен, водила там по каким-то врачам, по логопедам. Я не помню... Ну, я даже, вы знаете, эта тема как бы... Хочу, чтобы все обратили в диван, как ты свободно говоришь. Потому что я тебе говорил, афоризм, вот когда мы с тобой общались, афоризм, что здоровье – это не отсутствие обязательно недугов или недостатков, а развиваемая способность справляться с ними. Вы знаете, вы знаете, я согласен, но тут должно еще повезти. Понимаете, тут должно еще повезти. В общем, знаете, вышел с этого состояния полным заикой. И даже в школе заикался, я думаю, где-то вот пока не стал осознавать, что я заика. Потом мне было стыдно разговаривать. В общем, школу как-то прошел коридорами. Как-то, ну, слава богу, много лет борьбой занимался, классической, знаете, и довольно так. Что же борьбой занимался? Да. Суфлекс, помнишь, суфлекс? Ну, да. Поэтому, ну, и от природы сильный был. Такой здоровый парень. Поэтому, если кто-то там говорил, заика, ну, сразу бил. Без разговоров, поэтому нормально. С этим было все нормально. Когда приехал в Америку, да, мы приехали в Америку в 79-м году. Мне было 17 лет, 18 уже исполнилось здесь. И тут, вы знаете, если в русском языке, я, ну, как, слушай, родился в Одессе, знаете, можно было подбирать слова-синонимы, можно было, знаете, потому что каждый заика знает примерно, на какие слова он будет заикаться. В основном это твердые согласные. Т, п, к, ар, ну, где-то так, знаете. И приехал в Америку, и тут английский язык, а тут синонимы, тут языка-то не знаешь, не говоря уже про синонимы. И, ну, в общем, опять вернулась эта проблема, проблемка. Ну, это я так, мне вкратце рассказываю. И нашел, там у нас такая была газета «Новое русское слово». Это был 82-й год. И там был, значит, такой уже покойный Григорий Симки. Он был профессор психологии в Салениграде. Ну, как видно, йогой занимался. И он написал, дал объявление «йога-терапия». И помогаем этому проблеме, помогаем заиканию, помогаем. В общем, конечно, я к нему пришел. Он начал действовать методом релаксации, знаете. Но я думаю, что за это время... Ну, хорошо, конечно, ты расслабился, и, конечно, уже не заикаешься, допустим. Но жизнь-то немножко по-другому. Знаете, тут, когда, знаешь, начинал говорить, так тут, особенно, если что-то важное нужно было сказать, тут такое сердцебиение было. Что оно, я думаю, и давление поднималось. И, понимаете, ну, потом начал заниматься йогой. Ну, так, вот как-то к йоге у меня такая тяга была. Но вот как бы заиканию оно не сильно помогало. Ну, просто йога нравилась, нравились какие-то дыхательные практики, знаете. Но я постоянно, вот я вам забыл рассказать, я постоянно дома делал какие-то движения руками. Вы понимаете? Но я не знал, что я делаю. Знаете? Ну, вот мне было приятно делать какие-то такие движения, плавные движения. Это был 75-й, 86-й. Потом случайно я прочел про тай-чи. Ушу, кажется, по-русски. И думаю, а ну, да, слушай, надо проверить вообще-то, что это такое, знаешь. И, значит, пошел, и мне сразу как-то, я говорю, подожди, вот эти движения я делал руками дома, даже вообще не понимая, что такое тай-чи. И, значит, ну, и мне нравилось, что это не просто тай-чи было, ну, как сегодня тут для здоровья. Механические. А там было, знаете, Хасай, одевали перчатки, были хорошие спарринги, там была такая система, как называлась, push-hands. Но что я в тай-чи нашел, я нашел, что со временем, притом в эти байки я вообще не верил, вы понимаете? Со временем я начал чувствовать энергетику. Она начала подниматься с ног, понимаете? Я думал, что это за жар такой бежит, знаете? И потом все-таки во время тай-чи, а что самое интересное, что я как бы его начал по-своему делать, знаете? Я вот, знаете, вот не то, что медленно, знаю, медленно-медленно, а я его убыстрял, я его делал немножко быстрее, немножко медленнее, понимаешь? Я подгонял тай-чи под себя, как мне нравилось. Браво! Ты уже элементы ключа использовал. Да, это был 87-й год, 87-й год, да. Вот в 87-м я начал заниматься тай-чи, понимаете? И тут уже началось немножко другое все. Тут началось именно то, во что я не верил. Энергия. Определенные состояния в движении. Не садиться... Чи по-китайски – это энергия. Да, да. Энергия. Амин, да, энергия. Да, конечно. Не садиться в медитацию, что тоже кому-то надо, и ждать определенного состояния, а входить в него сам по своему желанию. И тут я увидел, знаете, но оно, вы понимаете, Хасай, оно поднималось в виде грубой энергетики в начале. Но эта грубая энергетика, она была внутри тела. Оно было, знаете, как жужжание внутри тела. Вот, допустим, вот даже сегодня вот я могу, вот я с вами разговариваю, да, и я могу... Сейчас, извини, я скажу, я скажу, что я сейчас... Да, скажи, пожалуйста, что я сейчас... Не знаю, давай, 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 извините. Я могу внутри тела, вот даже сейчас я с вами сижу, притом оно не занимает как бы большой сложности, но я могу, ну, как бы, вниманием, сознанием войти во внутрь тела и, ну, прочувствовать вот это вот как маленькие вибрации, ток, понимаете? Но единственное, что его нельзя долго, понимаете? Он, потому что он все равно у тебя поднимается к голове и дает очень неприятные ощущения. Но я понял, когда он начал мне давать неприятные ощущения, я понял немножко, что когда вдруг я опускал вот эти неприятные ощущения, которые поднимались с горла, когда я их опускал в танкиен, в живот, two inches below navel, как это? Ну, ниже пупа, да? то у меня как бы немножко, вы знаете, немножко заикание, знаете, оно текло немножко по-другому. Я говорю, я подумал, подожди, как такое может быть? Потом я научился соединять, соединять, допустим, напряжение горла с расслаблением живота. Понимаете? С ощущениями. Ощущение. Только за счет ощущений. Понимаете? Вот и я даже, вот я понимал, когда я достигал этого, давление внизу живота, очень приятное, как именно давление, как вороночка такая, знаете, оно забирало отсюда напряжение. Да, ты на доминанту, собственно говоря, у тебя доминанту. Я менял доминанту, да, я менял, если так можно сказать, доминанту напряжения, доминанту стресса. Да, да, да. И уже разговаривал не с горла, а находясь в танкене, а находясь в животе, немножко ниже живота. Понимаете? Ну, внимание на чек, так сказать. Да, 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 да. Ну, я просто чакры не хочу использовать. Ну, да, на чакрах. Потом, потом я начал, я понял, что можно, что можно бегать по чакрам просто. Притом, притом, были такие чакры, которые очень хорошо ощущают, ощущал просто, как воронка, как энергия, которая заходит. Притом, ну, очень легко, вообще, все верхние чакры очень легко мне ощущал, да. очень легко ощущалась сердечная чакра, сложно ощущалась чакра солнечного сплетения, она сложна, потому что, когда она ощущалась, она просто вот вдавливалась, знаете, она просто вот, я чувствую давление вовнутрь, неприятное, я бы сказал, даже неприятное давление, понимаете, но я научился по ним бегать, я научился быстренько, быстренько находиться одновременно в двух чакрах, между двумя чакрами, но потом, но это грубое, это в принципе все равно грубоватая энергия, понимаете, потом я начал делать, значит, определенную медитацию, которая называлась медитация микроорбита, это, притом я начал его делать, ну, это еще 90-й год, может быть, 91-й, она поднимается, допустим, снизу спины, проходит, проходит по спине вверх и обязательно направляется вниз, понимаете, это, значит, это немножко, знаете как, и притом тут я понял, что я это, это мог расширять уже дальше, притом, когда я не мог чисто сознанием это делать, окей, я использовал тело, вот тело, движение, вот просто движение, простое тело, вот я просто сейчас двигаю тело, а вот это вот, вот это что, ну, воображение, ну, слушайте, я когда-то прочел интересную вещь, что сказал Эйнштейн, я понял, что вот, вот отсюда надо отскакать, понимаете, он сказал, что знания очень лимитированы, воображение округляет весь мир, Касай, 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 вы знаете, знаете, в чем проблема, у меня сейчас умрет телефон, Слушай, пожалуйста, я тебя очень прошу, ты потом расскажешь, когда мы в следующий раз, Давайте, если хотите, давайте, ну, как вам удобно, Касай, завтра? Давай завтра вечером продолжим, и ты расскажешь, как ты находишь это состояние без времени, бесконечности, без времени. Все расскажу, мне, мне очень, Касай, я бы вас, жалко, я вас обнять не могу и поцеловать. Ну, кстати, до связи, завтра свяжемся. Хорошо, до свидания. Дистанционно обнимаю, по-человечески. Спасибо, до свидания. Удивительный человек, давай. Да я вас прошу, да, какой я удивительный, ну, вы удивительный человек, а что я? На завтра. До встречи. До свидания. До встречи.